Двойное убийство в микрорайоне Загорск. Полиция разыскивает преступника. Все туда спускались, пытались вытащить друг друга. Угорели в подвале дома. Четыре человека по очереди спустились в подпольное помещение и не вернулись обратно. Мы произвели 20 детей, 158 детей, 17 сотрудников. Массовая эвакуация. Улан-Удэ взбудоражили сообщения о заложенных бомбах в школах, детских садах, торговых центрах и не только. Начнем выпуск с двойного убийства в микрорайоне Загорск. Тела двух женщин обнаружили утром 12 сентября. Из-за чего убийца так жестоко расправился со своими жертвами, выяснял Намсарай Намсараев. Это тело второй жертвы неизвестного убийцы в поселке Загорск. В доме по улице Чайковского, 9, были обнаружены тела двух женщин со следами колото-резанных ранений. Сейчас следствие воздерживается от комментариев, но по отзывам соседей погибшая владельца квартиры характеризуется отрицательно. Мы пытались узнать от товарища погибших, который был последним, кто их видел в здравии, версию трагедии, но мужчина поспешил ретироваться. Ну, знакомые они просто мои. Что могло произойти? Понятия не имею, что могло произойти. Все было тихомирно, а тут такая вот ситуация. Еще одна засыпка соседей погибших. Они близко общались с ними и, вероятно, знают, кто пришел в гости к женщинам и, возможно, стал причиной трагедии. Дверь нам не открыли. Сейчас на месте ЧП работает следствие. Мы будем следить за развитием событий. Днем ранее случилась трагедия на Мелькомбинате. Угорели в подвале дома. Четыре человека друг за другом спустились в подпольное помещение и не вернулись обратно. Однако погибших могло быть и в два раза больше. Содном Ирденеев расскажет подробнее. Четверо погибших и еще четверо пострадавших. Из них двое сейчас находятся в тяжелом состоянии. Это итог губительной халатности на улице Мукомольная, 17. То, что все погибшие задохнулись в отравленном помещении, подтверждают родственники погибших. Это утечка газа. Что это было? Вам неизвестно? Нет. То есть это был газ пропад? Да. Будьте добры, вас зовут? Ирия. А фамилия? Богданова. Спасибо. Скажите, пожалуйста, это кто погиб у вас? Папа. Выяснилось, что владелец дома попросил соседей просушить подвал при помощи газовой грелки. Один из них спустился в подземный этаж на глубину 6 метров и включил газ. Из подвала он уже не вышел. Тревогу забила его мать и позвала на помощь соседей. Спускавшиеся по очереди люди, по словам сотрудников поисково-спасательной службы, погибали друг за другом. Восемь человек. Почему там оказались? Остальные прибежали, это соседи с соседних домов, прибежали на помощь данным людям, которые находились в подпольном помещении. Все туда спускались, пытались вытащить друг друга. Подполье, которое пытались осушить при помощи газового оборудования, стало роковым для четырех человек. Предполагается, что в нем закончился воздух, необходимый для горения и дыхания. Врачи говорят, в этой ситуации люди засыпали. Тем временем причина, по которой в ночь на 13 сентября эвакуировали жители дома на улице Октябрьской, точно неизвестно. Пожар в многоквартирном доме оставил без крыши над головой десятки жильцов. Сейчас погорельцы размещены в детском лагере. С подробностями наш корреспондент. Этот дом горел, как свеча, сверху вниз. Пожар в здании бывшего общежития по улице Октябрьской, 17, был обнаружен в 3 часа ночи. Горела крыша. Огонь быстро распространялся на жилые помещения, рассказывают погорельцы. Четыре часа разбудили всех на улице. Мы живем в левом крыле, а правое крыло горело полностью. И вот до утра. Сейчас горожане, лишившиеся крыши над головой, имущества и документов, размещены в детском лагере. Им будет оказана вся необходимая помощь, подчеркивают сотрудники администрации Улан-Утэ. В данном доме проживало 77 человек, из них 15 детей. Пункт сбора во время пожара был определен среднеобразовательной школой номер 42. После этого люди, которые пожелали остаться в пункте временного размещения, который был развернут на базе детского оздоровительного лагеря «Березка», было размещено 30 человек. А этот мужчина задержан полицией как подозреваемый в причине пожара. Он, как Карлсон, жил на крыше дома. Мужчине 60 лет. Дважды судим. В роковой вечер на 13 число он распивал спиртное и плохо помнит о произошедшем. Ну, я проснулся там, пьяный был. Проснулся, горит все. Ну, проснулся и от дыма от этого, потому что уже дышать нечего, видать, был водичек, я проснулся. То есть вы не помните, как туда пришли на крышу? Почему? Помню. А что было, расскажите. Ну, я пришел нормально, все, лег спать. Все, никакого пожара не было. Еще один пожар – улица Садовая, микрорайон, Шишковка. Пожарным удалось не допустить перехода пламени с горящих колдовых на жилые многоквартирные дома. Месту пожара было направлено 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На тушение было подано 3 свала РСК-50. Жертв и пострадавших нет. Следственный комитет выясняет обстоятельства еще одной трагедии. Несчастный случай произошел в Тарбогатайском районе. На базе дорожного предприятия погибли 2 человека. Однако руководство фирмы пытается скрыть этот факт. Более подробно расскажет наш корреспондент. Это все, что осталось от строительного вагончика на территории дорожного предприятия «Витим» в селе Вознесеновка Тарбогатайского района. В ночь на 11 сентября в нем погибли 2 человека. Но на предприятии этот факт пытаются старательно скрыть. А почему люди погибли? Там никто не погиб. У вас люди погибли, двое человек. Это кто такой сказал? МЧС. Никто там не погиб. Они в тяжелом состоянии, доставлены на больницу. Нам неизвестна причина, по которой руководство предприятия пытается скрыть факт гибели своих работников. Причина трагедии будет установлена сотрудниками Следственного комитета. И этот факт уже подтверждает в МЧС республики. Для ликвидации пожара было задействовано 3 единицы специальной техники, 8 человек личного состава. В результате пожара огончик был полностью уничтожен огнем. В ходе разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела двух погибших. К другим событиям ДТП в центре города. И он резко выскакивает. Даже не реагирует, что машина идет или ничего. Я уже совсем около пешехода. Я сразу по тормозам. И он здесь никак не объехал. Этот водитель маршрутного автобуса Хёнде Каунти на улице Смолина сбил переходившего дорогу по зебре пешеходам. Пострадавший тяжелых ранений не получил. И после осмотра врачей был отпущен на амбулаторное лечение. Но по словам сотрудников ГИБДД, это не первый наезд на пешеходов на данном участке дороги. Днем ранее здесь же сбили ученицу школы номер 2. По фактам данных дорожно-транспортных происшествий, сотрудниками госавтоинспекции в адрес администрации города УМД подготовлены информационные письма для проведения дополнительных мероприятий по безопасности дорожного движения, а также по дополнительному принятию мер совместного контроля за маршрутными транспортными средствами. По всем фактам происшествий ведется расследование. В минувшую среду в Улан-Удэ массово эвакуировали людей из торговых центров, школ, детских садов и мэрий города. Всего оцепили более 10 объектов. Причина – сообщение о минировании и пожарах. И в такой ситуации оказались жители не только столицы Бурятии. Народ выводили из вокзалов, вузов, торговых центров, кинотеатров по всей стране. В Красноярске, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске и не только. Что это было, пытался выяснить наш корреспондент. Улан-Удэ охватил нешуточный переполох. Полиция перекрывала доступ и эвакуировала сотни горожан из торговых центров и государственных учреждений. Вот примеры, что происходило в детском саде «Искорка» по улице Буйко. В школе майкальская перспектива заложена бомба. Нам сказали эвакуировать детей. Мы произвели эвакуацию детей. 158 детей, 17 сотрудников. Эвакуация детей вызвала огромное неудобство для родителей. Часть из них обвиняла в этом МВД. Так а вы же эвакуировали детей. Ничего. Что в этих футболках они на улице стоят? Это не мы же. Да, вы менты. Сообщение о заложенной бомбе поступило и в три школы. Учащиеся и персонал в них также были экстренно эвакуированы. Мама, кстати, знаешь, что она сделала? Она, короче, прочитала в новостях, что 4-5 городов уже эвакуировали. Кроме учебных заведений были блокированы торговые центры Верхний Удинск, Капитал Моу, Пиплспарк, Туя, Боянгол. На этом видео происходит эвакуация и в мэрии Улан-Удэ. Кроме муниципалитета произошла эвакуация в железнодорожном и автомобильном вокзалах. Я здесь работаю, нахожусь уже здесь полтора часа, стою, жду. Но никто ничего не знает. Не объясняет? Не объясняет. Я так и не понимаю, что вообще происходит. То есть полная эвакуация произошла автовокзала, предприятия ближайшие? Да, полная эвакуация. Сообщения о заложенных взрывных устройствах появились сразу в 14 городах Российской Федерации. Не исключением стали и соседние регионы. Подобная ситуация сложилась в Чите и в Иркутске, и до сих пор виновные лица, сеющие панику среди населения, не найдены. В Министерстве внутренних дел Республики и Управление Федеральной службы безопасности воздержались от комментариев по произошедшим. И причина, по которой деятельность ряда государственных и коммерческих предприятий была парализована, осталась неизвестной. Тем временем водолазам удалось найти тела военных, утонувших на озере Большое Яравное. Напомню, трагедия произошла 4 сентября. Одного из трех пострадавших буквально сразу спасли очевидцы трагедии. К поискам тел двух других подключились спасатели. Искали больше недели. Водолазы проверяли дно озера, но все безрезультатно. Ведем поиск утонувших методом тролления дна, кошками, травом и ломом. Пока найдена только лодка пострадавших. Ведутся дальнейшие поиски. К поискам подключились не только спасатели, но и военные, и родственники пострадавших. На 10-й день, когда уже поиски хотели прекратить, тела обоих удалось найти. Была отправлена поисково-спасательная служба, плюс освод и ГИМС по поиску утонувших на Большое и Равне. Большое озеро и Равне. В ходе обследования озера был один найден утонувший. И сегодня, 13-го числа, был найден еще один. Работы завершены. Позже выяснилось, что на водоеме отдыхали военные. Среди погибших оказался прапорщик и сержант 105-й бригады материально-технического обеспечения гарнизона «Сосновый бор». Главной причиной трагедии, по мнению спасателей, скорее всего, послужило грубое нарушение правил безопасности на воде. В том числе, отсутствие спасательных жилетов. Полицейские поймали преступную группировку, занимающуюся грабежами и разбойными нападениями на граждан, магазины, бары и ломбарды города Улан-Удэ. В группу входило шестеро улан-Удэнцев в возрасте от 23 до 45 лет. По данным следствия, в сентябре 2015 года двое ранее судимых мужчин предложили своим знакомым, которые испытывали материальные затруднения, совершить серию разбойных нападений на магазин на розничной торговле с целью хищения денежных средств. Все преступления они тщательно планировали. Злоумолочники изучали график работы и наличие охраны во время нападения, скрывали лица медицинскими масками, угрожали охотничьим оружием и ножом. В отношении преступников избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Дом есть, а документов нет. Пенсионер из Улан-Удэн не может узаконить свое жилье. Мой дом, моя крепость. Этот принцип закреплен в Конституции. Никто не может проникать в ваше жилище без согласия проживающих. Если вор проник в квартиру с целью похитить ваше имущество, то его привлекут за кражу с незаконным проникновением в жилище. Но в чужой дом нельзя заходить без согласия хозяев и в других случаях. Вас могут привлечь к уголовной ответственности по статье 139 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица». В эфире программа «Горячая линия» и мы продолжаем. Настоящая паника на минувшей неделе охватила пользователей социальных сетей. Там активно распространяется информация об изменениях в условиях обслуживания дебетовых карт Сбербанка. Аферы века называют перевод их в статус овердрафтных. Это произошло без ведома клиентов. Новый статус отображается в мобильном приложении. Стоит пояснить, что овердрафт – это по сути кредит. То есть клиент может уходить в минус, если у него на счете недостаточно средств на эту сумму, начисляется процент. Сбербанки поспешили успокоить, назвав новость из интернета уткой. Никаких изменений в условиях обслуживания карт Сбербанк не производил. Действительно, некоторые карты считаются овердрафтами, так как ранее к ним возможно было подключить услугу овердрафт. Это отдельная услуга. На данный момент она недоступна Сбербанке. Такое изменение нужно было для корректной работы онлайн-приложения. В Сбербанке также пояснили, что до конца сентября переименуют карты, ставшие овердрафтными, обратно в дебетовые, чтобы не путать клиентов. Но все-таки так называемый технический овердрафт и правда возможен. Например, при списании средств для погашения услуги Сбербанк онлайн. В этом случае баланс карты может стать отрицательным. В Бурятии 3,5 тысячи должников лишились водительских прав. Взыскать 13 миллионов рублей приставам удалось лишь отобрав у нарушителей автомобили. Еще 11 миллионов водители оплатили сразу же после предупреждения. Большинство лишенцев – это те, кто имеет административные штрафы. В целом они должны около 23 миллионов рублей. Однако рекордсменами по сумме неисполненных обязательств, как и прежде, значатся 2,5 тысячи нерадивых родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Их общий долг составляет больше 700 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время определены еще 26 тысяч должников, перспективных для ограничения специальных прав. Сумма долга по ним составляет около 3 миллиардов рублей. А вот за неправильную парковку водители предпочитают расплатиться как можно скорее. В столице республики продолжается массовая эвакуация автомобилей на штрафстоянке. Необходимо отметить тот факт, что сотрудниками госавтоинспекции ежедневно эвакуируются от 10 до 20 транспортных средств, припаркованных в нарушении правил дорожного движения. Штраф за неправильно припаркованный автомобиль – до 5 тысяч рублей. Услуги эвакуатора стоят 2 700, и штрафная стоянка оплачивается из расчета 20 рублей за каждый час. И к другим темам. Отметили новоселье. Погорельцы, которые потеряли свое жилье, в ноябре 2015 года заселились в новые квартиры. Напомню, пожар произошел по адресу улица Бабушкина, 71, в аварийной двухэтажке. Сегодня фонд развития Улан-Удэ вышел на финишную прямую в этой истории и закончил программу по расселению пострадавших. Однако не все остались довольны. Почему, расскажет Илья Бельков. Эта деревянная постройка когда-то давно была добротным сараем, который принадлежал целому жилому дому. И вся эта картина напоминает как минимум результат землетрясения. Но в ноябре 2015 года здесь произошел пожар. По словам местных жителей, трагедия приключилась в результате типичной сцены ревности. И кроме этих развалин в пепел превратился целый жилой дом. Без жилья остались 8 семей. Теперь на месте старого строения заброшенный котлован. В течение двух лет фонд развития Улан-Удэ занимался поиском инвестора, для того, чтобы помочь погорельцам. Спустя время нужного бизнесмена нашли. И в этом году закончили расселение пострадавших. На каждого собственника полагалась новая жилплощадь. Ровно такая же по размерам, что и старая. Да, в ноябре 2015 года, получается, мы сгорели. Здесь был наш дом. Мы сгорели и остались без жилья. Администрация нам выделила временное жилье. Впоследствии, потом со временем, инвестор нам возместил стоимость жилья за определенную цену за квадратный метр. И мы приобрели, нашли квартиру, и администрация, инвестор, через администрацию нам купили квартиру. На расселение погорельцев инвестор приготовил большую сумму денег – около 12 миллионов. И все пострадавшие получили новые квартиры в разных районах города. Кто хотел выкупную стоимость в счет сгоревшего жилья, получил компенсацию деньгами. Были люди, которые в счет сгоревшего жилья просили жилье. У квадратуры такой же, что и сгоревшая. Таким людям мы предоставили квартиры благоустроенные, с ремонтом. Без проблем в этой эпопее не обошлось. Ольга Александровна была прописана в старой квартире уже с бывшим мужем и не захотела делить с ним положенную компенсацию. Фонд развития пошел к ней навстречу и выделил полагающуюся половину. Но теперь женщина утверждает, что ее обманули, и денег ей на новую квартиру попросту не хватает. Александр, скажите, пожалуйста, сколько раз деньги получали? Я получала два раза 960, и вторая сумма небольшая была. Я тоже получила. Я от этого не отказываюсь. Ну а эти деньги были потрачены. У меня на опеке ребенок, я его должна на какие-то деньги одеть. То, что они протянули, два года водили, вот эта компенсация должна была среди них. Я бы оттуда тогда не брала. Ольга Александровна в течение двух лет тратила квартирные деньги на собственные нужды. Плюс фонд развития оплачивал ей аренду временного помещения. Но женщина и этим осталась недовольна. Надзорные инстанции, в которые она обращалась, признали правоту городской администрации. У следующего героя нашего сюжета фактически жилье есть, а вот по документам выходит, что нет. Уже несколько лет мужчина пытается официально оформить свои жилые квадратные метры. Но все безрезультатно. Несколько комиссий побывали у него дома. Говорят, что все в порядке, но документы, позволяющие оформить право собственности, не выдают. В чем причина, разбирался Батарламбаев. Жилые 16 квадратов в бараке Александр Федоров от своей организации получил еще в далеких 70-х. Расширить свое жилище решил после того, как съехали соседи. Вопрос согласовал с руководством. Дали добро. Больше того, отправили специальную бригаду, чтобы соединить два строения. Ну, я не решал это. Застройщики приехали мне. Начальник отправил плотников сюда. Плотники мне сделали, выпилили в перегородке, в межкомнатной перегородке. Проем сделали дверь в следующую квартиру. Совмещение сделали. И с тех пор, 28 лет, я уже здесь прошиваю совмещенной квартире. С тех пор документы на легализацию не подавали, говорят пенсионеры. Необходимости не было. Теперь же, когда стал вопрос о приватизации, начали догонять документы. Прошли множество инстанций. Где-то дают добро на объединение и переустройство квартиры, где-то нет. А время идет. Людмила Юрьевна за два года лично обошла все пороги на то, чтобы узаконить свое жилье, потратили не только время, но и деньги. Около 13 тысяч. Это что? Это, господи, как он называется-то. Ну, 2 тысячи платится госпошлина. Потом, это самое, укрупнее, вот этот вот план, план вот этот вот стоит 3 800 с копейками. Потом я уже платила за диск, который я не получила, 2 900. Потом мы платили, чтобы подать в суд, платили адвокату. Нам сосали заявление. Кроме этого еще платили взносы туда. Вот это тоже около 13 тысяч. Но у нас пенсия-то ведь не резиновая. Пенсионеры даже выиграли суд, но вопрос пока остается открытым. Сегодня мы отправили официальный запрос в комитет городского хозяйства. Там обещали разобраться в проблеме. Мы будем следить за развитием событий. Это был последний материал сегодняшнего выпуска. Звоните на телефон нашей горячей линии ТВКОМ 277-222. Свои видеоматериалы и комментарии к событиям вы также можете оставить на нашем сайте tv.com.defistv.ru. В студии была Юлия Пермякова. Будьте осторожнее. Увидимся в эфире.